ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Люди бьют тревогу, а в Североуральске всячески замалчивают проблему. Еще бы, ведь глава Североуральска Матюшенко – это бывший работник дочерней компании УГМК. А может и не бывший, а просто внештатный. В лесу в 16 километрах от карьеры, что затопило кислотой три района на Урале в двух субъектах Федерации, появился ГОП-стоп-контрольный пропускной пункт. Теперь ни госинспекторов, ни тем более общественников в лес не пускают, а то, не дай бог, отберут пробы и сделают анализы. Вот этот шлагбаум закрывает от глаз общественности экологическую катастрофу. А у меня за спиной стоят два частных охранника, которые отделили для себя участок федеральной земли и говорят, что туда общественности проезда нет. Прокуратура города Ивдель уже распорядилась этот самый блокпост УПГ подконтрольный скандально известным холдингу УГМК ликвидировать. Однако ВОЗ и ныне там. Это что вообще? По разрешению выделяем документы на шлагбаум? ГБР. ГБР еще даже? Давай. У вас есть документы на шлагбаум? Давайте так. Есть у вас документы на шлагбаум? Департамент лесного хозяйства тоже в шоке, но это никак не волнует офшорных олигархов. Смотрите, это получается незаконная постройка. Незаконная. Будем считать, что это находка вообще. Вызываем сотрудников полиции и находку сдаем им. Таким путем попробуем. Ну вот я нашел. Это вот есть у вас документы подтверждающие, что это ваш шлагбаум? Так я почему вам должен-то пока? Работают здесь только гастарбайтеры. Приезжают на вахту издалека. Ну какое им дело до чужой природы? Зарплата копеечная. Одна надежда на кормежку. Но брать сосиски из чужих рук гопники в форме не решили. За свои гроши они готовы и родину продать ради хозяина. Что сказать, что мало одной? Игорь, мало одной. Мало одной. Тут люди туринские берут по две сосиски. Вот две. Службу несут исправно. Приказы не обсуждают. Приказали им провоцировать журналистов. Они и побежали выполнять. А что закон? А закон это для холопов. Для олигархов он не писан. Смотрите, какую пробку создали ради показухи для полиции. Но не срослось. Провокация провалилась. Прибывшие на место стражи порядка поддержали съемочную группу. А гопарей допросили. А просто полицейские сами здесь живут. Они тоже не хотят пить отраву из-под крана. Да и лес для них источник пропитания. В этих краях все мужики-охотники. Водители больших грузов проезжают по пять тысяч километров за рейс, чтобы прокормить семью. Вот только делать это все труднее и труднее. Употреблять в пищу местные продукты здесь уже опасаются. В 50-е годы директора карьера расстреляли из-за загрязнения природы, а рудник закрыли. Нынче олигархи восстановили его. И теперь вода в реках хуже, чем в сточной канаве. Рыба вымерла. Лес сгорел от кислоты. Два года назад яд добрался до кранов жителей города Ивдель. Общественность бьет тревогу. Но департамент по связи с общественностью ГМК, состоящий из бывших сотрудников полиции, не привык разговаривать. Они пытаются ликвидировать недовольных силовыми методами. Редкий рыбак осмелится закинуть сюда свою удочку. И уйдет ни с чем. Еще бы. Рыба здесь умерла. В реке Шегультан рыбы нет с 2017 года. В прошлом году вода по цвету стала больше напоминать напиток тархун. Дело в том, что сюда пришли воды из-под отвалов медного рудника. Шемурское месторождение даже по проекту не имеет очистных сооружений. А на новом карьере собирается далеко не вся грязь. Каждый камень целый мир. Под ним прилеплены ручейники. Там какие-то живут рачки какие-то, какие-то насекомые, просто растения, водоросли какие-то. Ну, даже вот не поднимая ничего, видно, что как-то вряд ли под ним что-то живет. Ну, вот сейчас отсюда несколько рыбешек могло выскочить. В мае общественная организация «Живой Шемур» отобрала пробу воды в реках и отправила их в независимую лабораторию аж в Пермь. Ближе нельзя. Все местные ученые плотно подсели на финансирование УГМК. Против хозяина не попрут, хоть сгори весь край, а не только один заповедник. Раскошелиться пришлось жителям североуральской Ивделя. Естественно, что сам загрязнитель никак не помог. А зачем? Лучше ведь потратить деньги на очередной храм, где можно будет свои грехи замаливать. Умудряются вот эти две больших, чистящих речных системы просто изгадить в нуль. То есть вот с этого места, где Ольховка впадает, и особенно после Тамшоя, река течет ярко-зеленого цвета, и в общем там жизни нет вообще никакой. Там и бобры ушли, и водоплавающая птица ушла, там блекопитающие остались, конечно, куда им деваться. Ну, в общем, вот это вот все, что мы делаем чистого, замечательного, все просто перечеркнуто очень маленькими двумя речками. По результатам анализов, самой загрязненной оказалась река Шегультан. Содержание марганца здесь превышает предельно допустимую концентрацию в 25 раз. Цинка в 103 раза, а содержание меди аж 240 раз выше нормы. Гора Шема, ну и вообще весь Северный Урал, это курумники, то есть огромные камни, наваленные в горы. Между ними там, то есть пространство свободное, все, что льется сверху, оно как через марлю проходит вниз. И то, что вот течет в Ольховке, и она, тем не менее, этот объем отравляет и Шегультан, и уже в Сосьбу пошло, это еще, как говорится, вершина айсберга. Никто не знает и не может даже вот посчитать, сколько уходит вниз всего, и куда она потом идет. Никто не знает. Здесь уже такое загрязнение, что в пору спецоперацию МЧС разворачиваете людей эвакуировать. А офшорным олигархам из УГМК все равно. Могут ли местные власти воздействовать на иностранную, по факту, компанию? Скорее всего, нет. Губернатор области Евгений Курушев, сосед подачи загрязнителя Казицына. А их дети вывдели или в Североуральске жить никогда не будут. Да тут, похоже, скоро уже вообще жить никто не будет. Количество онкобольных за последние два года выросло в разы. Дно рек здесь покрыто белым налетом. Волны зеленые. Вместо воды здесь что-то похожее, скорее, на гель для мытья посуды. Ущерб пока никто не в состоянии подсчитать. Но лесники говорят, что погибло уже как минимум 16 гектаров леса. Вот у вас, Василий Петрович, лично я хочу спросить, когда что-то началось делать, когда он направляется? Вот смотрите, я три недели назад был у Казицына, попросил, чтобы он меня принял. И вот такой вопрос я ему задавал. Значит, он мне сказал следующее, что сейчас, в этом году и в следующем году они усиленно делают очистные сооружения. Работы по очистным сооружениям у них уже сейчас начаты. Сейчас они работают с институтами. С институтами. И эту проблему они должны будут... Обождите, 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 обождите. Тяжелые металлы накапливаются в почве и будут отравлять все вокруг еще десятки, а то и сотни лет. Роспотребнадзор регулярно проверяет ОГМК и даже штрафует за загрязнение. Но штрафы у нас в России такие смехотворные, что хоть каждый день плати. Моя вина в чем? Я? Я? Да, подождите, ну что вы? Мэр Североуральска Василий Матюшенко педалирует любые проекты ОГМК и прессует всеми возможными способами экологов и общественников. Говорят, все у нас хорошо, все очень плохо. Это посмотреть страшно, что делаться. Он не гнушается даже травлей работников государственного биосферного заповедника, что пытаются спасти свой край от офшорных варваров. Недавно он задумал выселить администрацию заповедника из здания, где она находилась последние 30 лет. Хозяйственный вопрос и... Выяснили, что здесь... Обождите, хозяйственный вопрос и заповедник, вернее, и ОГМК. Как вы это между собой связываете? У вас завтра крыша рук нет. Мы даже можем предположение выдвигать по этому поводу. Да вы можете все, что хотите. Конечно. Вот, я вам говорю. Вы сейчас как бы успокойтесь, себя спокойно ведите. Да, ваше мнение я смотрю. Вы... Это не мое мнение. Это вы сейчас пытаетесь свое мнение мне навязать. А я вам говорю, нет. Стратегия была, будет и будет развиваться. В поселке все у вас. Все, давай, работай. Когда на Шемуре, да и на других дочерних подразделениях, в Кузбассе, в Башкирии отравят все олигархи заработанными деньгами, если это, конечно, можно назвать заработком, уедут за границу, а люди останутся жить в ядовитой кислотной болоте. Ау, уважаемый департамент по связи с общественностью компанией УГМК. Когда же вы наконец-то поймете, что все скандалы, связанные с вашей компанией, только из-за вашего стиля общения с людьми? Может быть, вы наконец-то умерете свою божественную самооценку и начнете нормально общаться? Причем не только с медиаменеджерами, но и с теми журналистами, что работают непосредственно в полях и видят все своими глазами. Может быть, вы перестанете судиться с депутатами и журналистами через различных фриков? Например, через контролируемых чиновников и бездельников, именующих себя, как ни странно, патриотическими блогерами. Может быть, вы наконец-то прекратите дос-атаки на неугодные сайты? А еще, цены вам не было бы, если бы вы наладили диалог с местными жителями и согласовывали бы с ними планы работы, как того требует закон. Переставайте разговаривать на языке угроз и аналитичек. И, наконец-то, поймите, что нет ничего ценнее нормального диалога. Всем не заплатить, всех не купить, всех не пересажать, всех не запугать. А вот вести диалог со всеми – это можно. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Краткую версию смотрите по субботам на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите нас в соцсетях, добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин